Артюр Рымбо. Стихи. Последнее стихотворение. Озарение. Первое. Воспоминания. Прозрачная вода, как соль слезинок детства, порывы к солнцу женских тел с их белизною, Шелка знамён из чистых лили под стеною, где детственница обретала по соседству защиту ангелов возня. Нет золотое течение рук его движений, чёрных влажных и свежих от травы. Ей сумрачна и неважна, холмов ли тень над ней или небо голубое. Второе. О, мокрое окно и пузырей кипения. Вода покрыла бледным золотом всё ложе. Зелёно-блеклое, одежды дев похожи на ивы, чьи листва скрывают тичьи пения. Как века жёлтые и чище Луидора раскрылась лилия твоя супруга верность. На тусклом зеркале, испытывая ревность, светило милому, что скроется так скоро. Третье. Мадам стояла слишком прямо на поляне. Соседние, зонт в руке и попирая твёрдо, цветок раздавленный, она держалась гордо. А дети на траве раскрыли гом в софьяне. И принялись считать. Увы, он удалился, подобно ангелам, расставшимся в дороге. Не видим за холмом. И вот она в тревоге, черна и холодна, бежит за тем, кто скрылся. Четвёртое. Четвёртое. Второе стихотворение. О сердце, что для нас вся эта пелена из крови и огня убийства, крики стон, рев бешенства и взбаламученный до дна ад, опрокинувший порядок и закон. Что месть для нас? Ничто. Нет. Но нет. Мы мстить хотим. Смерть вам, правители, сенаты богачи. Закон и власть долой. История молчи. Свою получим мы. Кровь, 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 огонь и дым. Европа, Азия, Америка, всё прочь. Наш марш от мщения сметает вехи стран. Деревни, города. Нас всех поглотит ночь. Вулканы взорваны. Повержен океан. Конечно, братья мы. О да, мои друзья. К нам незнакомцы чернолицые. За мной. О горе я дрожу. О древняя земля. На вас и на меня обрушен плац земной. Нет ничего. Я здесь, как прежде здесь. Третье стихотворение. Мишеля Кристина. К чертям кулите берега. Покинет солнце. Потоки света прочь. На всех дорогах мгла. Гроза наивы. И на старый двор почёта. Швыряет свои большие капли начала. Ягнята белые. О воины идилли. Поникший вереск от ведука. Прочь и вы. Бегите. Луг поля равнины. В изобилии. Раскиданы по красной скатерти грозы. Собака черная. Пастух над бездной серой. Бегите прочь от высших молний. И когда приходит этот час и льются мрак и сера. Спускайтесь в лучшее убежище стада. Но я, о Господи, моя душа взлетает к леденевшим небесам, где всё красней становится от туч небесных, что летают над ста салоньями длиннее, чем ревлей. Вот тысячи полков, волков, семян от ветви дикой. Гоним их вдаль религиозно-грозовым полдневным вихрем над Европой великой, где сотни орд пройдут по древним мостовым. А после лунный свет вокруг простёрлись ланды. И алые под чёрным небом на конях горцуют воины. Повсюду сея страх. И топы слышатся свирепые этой банды. Увижу ли светлый дол, струящийся поток, голубоглазую жену белее лилии. И мужа рядом с ней. И агнец у их ног. Мишель, Кристина и Христос. Конец идилли. Четвёртое стихотворение. Слеза. Затем всё небо изменилось под грозою. Был чёрный край, озёра и вокзалы. И колоннада среди ночи голубой. В песок нетронутый ушла лесная влага. Швыряться льдинками холодный ветер с неба. Как золото или жемчу головец. Желанием нить объят. Желанием пить объят. Я разве не был? Пятое стихотворение. Черносмородинная река. Реки черносмородинный поток бежит неведом. И вороны, как ангелы, в свой рог трубят и следом. За речкой мчатся, в соснах ветерок ныряет рядом. Всё мчится за толпой тайн дурных. Тайн древних деревень, старинных замков, парков, стен глуких. И рыцарская тень, влуждая, шепчет о страстях своих. Но чисто свеж там день. Пусть пешеход посмотрит сквозь просвет. Воспринят духом он. Солдаты леса, вороны, привет! Вас Бог послал, чтоб вон был изгландвами хитрый домосед, крестьянин Скопидо. Май 1872 года. Шестое стихотворение. Комедия жажды. Первое. Предки. Да, предки мы твои. Взгляни, отвагой уполны. Бутыли вин сухих, холодные пот луны. И зелени на них. Под солнцем человек кто хочет. Что хочет? Пить и пить. Я. Вблизи дикарских рек мне в голову сложить. Твои мы предки. Да, вода в деревьях и кустах. Взгляни. Она ворвав под замком и кругом. Спустись к нам в погреба. А молоко потом. Я. Туда, где пьют стада. Да, предки мы твои. Бери наливки из шкафов. У нас и чай готов. И кофе уж готов. Мы с кладбища вернулись с букетами цветов. Я. Все урны осушить бы. Второе. Дух. Вечные ундины. Мерьте вот глубины. Над морской волной. Афродитов змой. Агосфер Норвегии. Расскажи о снеге мне. Древний сын изгнания. Спой об океане. Я. Нет напитком свежим. И цветкам в стакане. От легенд не реже. Мучей жажды станет. О, певец ты крестный. Этой дивной жажды. Гидры мои грозные. От которой стражду. Третье. Друзья. Идем в вином бурлящем. Там волны и берег в берег бьют. Аперитивы в чащах. С высоких гор бегут. Спешите пилигримы. Зеленый ждет абсент. Я. Пейзажи. Эти мимо. Что значит хмель, друзья? Нет. Стать добычить лена. Я предпочту скорее. В пруду под мерзкой пены. Среди затонувших пней. Четвертая. Убогая мечта. Быть может, ждет меня старинный город где-то. И буду до рассвета там пить спокойно я. И смерть приму за это. Утихла боль моя. Будь денег хоть немного. На север мне дорога. Или в южные края. О нет. Мечта убога. И множит счет потерь. И пусть я снова стану скитальцем неустанным. Не будет мне открыта корчмы зеленая дверь. Пятое. Заключительное. Дрожащий на поле голубки. Ночной зверек, бегущий наугад. Животные в загонах мотыльки. Последние. Те тоже пить хотят. Духу спустить. Растаять. Где неважно. Средь облаков, что тают в небесах. Или средь фиалок этих влажных. Чью свежей зори пролили в лесах. Седьмое. Добрые мысли поутру. Под утро летние порой. Спят крепко сном о любви объяты. Вечерних пиршест ароматы развеяны зарей. Но там, где устремлялись ввысь громады возводимых зданий, там плотники уже взялись за труд свой ранний. Сняв куртки и без лишних слов, они работают в пустыне, где в камне роскошь городов с улыбкою застынет. Покинь Венера ради них. Покинь хоть бы на мгновение счастливцев избранных твоих, вкусивших наслаждение. Царица пастухов, вином ты тружеников подкрепи. И силы предай им, чтоб жарким днем потом их море освежило. Май 1872 года. Празденство терпения. Первая майские ленты. Вторая песня самой высокой башни. Третья вечность. Четвертый золотой век. Восьмое стихотворение. Майские ленты. В сплетениях светлых веток лип угас охотничий призыв. Однако мудрых песен стаи в кустах смородины порхают. Пусть кровь смеется в ваших венах, лоза с лозой сплелись невинно. Красиво небо, словно ангел. Лазурь сливается с волною. Я выхожу, коль солнце ранит меня лучом, в траву я рухну. Терпеть ли, предаваться ли скуке? Так просто, прочь мои невзгоды. О, пусть трагическое лето меня к своим коням привяжет. И пусть из-за тебя природа. Не столь ничтожным одиноким умру я, чтобы не умирали повсюду в мире пастухи. Хочу, чтоб временами года был истомлен я. Голод, жажду тебя, тебе природа я вручаю. Корми меня. Корми, пои меня, коль хочешь. Ничто меня не обольщает. И никому я не желаю дарить улыбку. Пусть же будет свободная моя беда. Май 1872 года. Девятое. Песня самой высокой башни. Молодости праздной, неуемный пыл, С чувством сообразно я себя сгубил. Время б наступило, чтобы любовь царила. Сам себе сказал я, хватит, уходи. И не обещал я радость впереди. О, не знай сомнения, дух уединения. Так терпел я много, что не помню сам. Муки и тревога взмыли к небесам. И от темной жажды вены мои страждут. Брошенное поле так цветет порой Ароматом воли сорную травой. Под трезвон знакомый мерзких насекомых. О, душа, что нищие, стало от потерь. Лишь один всех чище, образ мне теперь. Но молитва к деве для причистой девы. Молодости праздной, неуемный пыл. С чувством сообразно я себя сгубил. Время б наступило, чтобы любовь царила. Десятое. Вечность. Ее обрели, что обрели. Вечность. Слили с ней море и солнце. У дух мой на страже. Слова повтори. Тьмы ночи ничтожные, зажженные зари. Люди одобрения, всеобщий порыв. Ты сбросил их бремя и воспарил. Ведь только у этих атласных костров Высокий долг светит, нет суетных слов. Надежды не тени, молитв не нагрошь. Учение и бдение от мук не уйдешь. Ее обрели, что обрели. Вечность. Слились в ней море и солнце. Май 1872 года. Одиннадцать. Золотой век. Звуча в тишине и с ангельским схожей, А речь обо мне стал голос чуть строже. Ты видишь их тьма, вопросов, сомнений, Что сводит с ума, таят опьянение. Признай эту башню веселье и света. То волны и пышность, семья твоя эта. И стал он петь песню веселье и света. Был видим так ясно, и пел я с ним вместе. Признай эту башню веселье и света, То волны и пышность, семья твоя эта. И так далее. И вот в тишине он с ангельским схожей, А речь обо мне звучать начал строже. И пел он потом тот голос прекрасный, Немецкий в нем тон, но пылкий и страстный. Мир грешен всегда, к чему удивляться, живи, А беда прочь удалиться. О замок, о свет, как жизнь твоя свята, Каков тебе веку царственный блеск, Высокого брата, и так далее. Я тоже пою, у хор величавый, Вас, братья, молю, о вете, Жизнь чистую славы, и так далее. Июнь 1872 года. 12. Юная чета В окне простор зелено-голубой, Почти нет места сундуки-шкатулки, Снаружи вьется карказон по стенке, И десна обнажает домовой. Конечно же, интриги духов это Расходы беспорядок старых лам, И фея африканская примета Здесь оставляет сетки по углам. Приходит недовольный вид у крестной, И остается, спрятавшись в буфет, Отсутствует чета, но несерьезно, И ничего особенного нет. Молодоженый ветер здесь дурачит, В его отсутствии все время и всегда, И даже водяные духи скачут На своды мельковы иногда. А ночью, о, медовый месяц ночью, Сорвет улыбку их, прольет он мед На небосвод, но крыса зубы точит, И дело с ней придется им иметь. Коль огонек блуждающий и бледный Не вспыхнет вдруг, как выстрел в тишине, О привидении в белом Вифлеема. Храните синеву у них в окне. 27 июня 1872 года. 13. Брюссель. Июль, бульвар регента. Куртина амаранта вплоть до самых колонн Дворца Юпитера. Я знаю, что это ты к оттенкам этих мест Примешиваешь синеву почти сахары. Затем, поскольку ели роза солнца, Здесь обрели пристанище свое. И вот и клетки вдовушки, О, сколько отрядов певчих птиц! Я-йо, я-йо! Былые страсти, тихие дома, Беседка той, что от любви с ума сошла, Затем цветника полутьма, Балкона невысокого Джульетты. И в памяти всплывает Генриета, Прелестный полустанок в сердце гор, Где синие танцуют дьяволята, Сбежавшие на воздух, на простор. Зеленая скамья, где под гитару Ураи грозным поет Орланка, Грозовым поет Орланка, Потом в столетний гомон с позаранку Возня детей щебет клетки старой. Вот герцога окно, В его сверкании я вижу яд улиток И кругом, самшит на солнце спящий, А потом красиво, как давай хранить молчание. Бульвар, где ни торговля, ни движения, Беззвучный весь комедия и драма, Собрание сцен иных и тех же самых, Тобой восхищаюсь я в молчании. 14. Альмея ли она в голубизне начальной, Цветком увядшим не осыпется ли печально, Пред безмерностью пространства, В чьем сверкании таится Города расцветшего дыхания. Красиво, как, о да, красиво, Но ведь это для песни надо, Что корсарами пропета, И чтобы верили еще ночные маски В прозрачность волн морских В их праздничные пляски. Июль 1872 года. 15. Праздник голода Голод мой, Анна, Анна, Мчит на осле неустанно, Уж если я что приемлю, Так это лишь камли и землю. День-день-день, Есть будем скалы, Воздух, уголь, металлы. Голод кружись, приходи, Голод великий, И на поля приведи яд по-велики. Ешьте, битых булыжников, Горы, старые камни собора, Серых долин, волуны, Ешьте в голодную пору. Голод мой, воздух черный, Синь, что рвется на части. Все это рези в желудке, Это мое несчастье. Появилась листва, сверкая, Плодь плодов стала мягчевата. Я на лоне полей собираю, Фиалки и листья салата. Голод мой, Анна, Мчит на осле неустанно, Август 1872 года. Шестнадцатое. Волк под деревом кричал, И выплевывал он перья, Пожирая дичь, А я сам себя грызу теперь я. Ждет салат и ждут плоды, Чтоб срывать их с та лесного, А паук фиалки ест, Ничего не ест другого. Мне б кипеть, чтоб кипяток Возле храма Соломона Вдоль поржавчине потек, Слился с водами кедрона. Семнадцатое. Прислушайся к вздохам и крикам в ночи, Обвитых горохом зеленых тычин. Луной залитые средь дымки и снов Мелькают святые минувших веков. Вдали от калиток стогов и оград Пить тайный напиток святые хотят. Не праздничный это и не астральный, Туман до рассвета из ночи печальный, И все же они остаются, конечно, В тумане там грустном и побледневшем. Восемнадцатое. О замке, о смена времен, Недостатков кто не лишен. О замке, о смена времен, Постигал я магию счастья, В чем никто не избегнет участия. Пусть же снова оно расцветет, Когда гальский петух пропоет. Больше нет у меня желаний, Опекать мою жизнь оно станет. Обрели эти чары плоть, Все усилия смогли побороть. Что же слово моё означает? Ускользает оно, улетает, О замке, о смена времен. Девятнадцать. Позор. Покуда нож в его мозгах В их липкой массе С удара одного все мысли не погасит, О, надо было бы еще И нос ему и губы отсечь, Пришел расчет, Живот спороть ему бы. Да, надо, ведь пока мозг Не пронзят клинками, Не отобьют бока, Кишки не бросят в пламя. Ребенок, что всегда помеха всем и бремя, Лгать будет без стыда И предавать все время. Загадит все кругом, Как дикий кот. О, Боже! Когда умрет, о нем вы помолитесь все же. Озарение. Первое. После потопа. Как только угомонилась идея потопа, Заяц остановился среди травы И кивающих колокольчиков И помолился радуги сквозь паутину. О, драгоценные камни, которые прятались, Цветы, которые уже открывали глаза. На грязной улице появились прилавки И потянулись лодки по направлению к морю В вышине громоздящемуся, как на гравюре. Кровь потекла и у синей бороды, и на обойнях, и в циркви, где Божья печать отметила побледневшие окна. Кровь и молоко потекли. Бобры стали строить. Мазограны дымились в кофейнях. В большом еще струящемся доме Дети, одетые в трауру, Осматривали восхитительные картинки. Хлопнула дверь, И на площади деревушки Ребенок замахнул руками. Ребенок стал понимать Флюгера и пастухов колоколен Под сверкающим ливнем. Мадам Троиточия Установила фортепьяно в Альпах. Шла месса, и шли церемонии Первых причастий в соборах. Караваны двинулись в путь, И великолепный отель Был построен среди хаоса, льдов и полярной ночи. С тех пор луна стала слышать, Как плачут шакалы В тимьянах пустыни, И слышите клоги в собо, Чье ворчание раздается в садах. Затем в фиолетовой роще Сказала мне Эвхарис, Что это весна. Пруд закипи, Пеной беги по мостам И над лесом. Черный покров и органы, Молнии, гром, Поднимайтесь, гремите. Вода и грусть, Поднимитесь и возвратите потопы. Потому что с этих пор, Как исчезли они, У скрывающиеся драгоценные камни, У раскрывающиеся цветы, Наступила скука. И королева, колдунья, Которая раздувает горящие угли В сосуде из глины, Никогда не захочет нам рассказать, Что знает она, И что нам неизвестно. Второе. Детство. Желтую гривую, Глазами черного цвета, Без родных и двора, Этот идол во много раз благороднее, Чем мексиканская или фламандская сказка. Его владение лазурь и дерзкая зелень Простирается по берегам, Что были названы свирепо звучащими Именами греков, кельтов, славян. На опушке леса, Где цветы сновидений звенят, Взрываются, светят. Девочка с оранжевыми губами И с коленями в светлом потопе, Хлынувшим с луга, Ногота, которая осеняет, Пересекает и одевает Радуги, флора, Моря, Дамы, что кружат На соседних морских террасах, Дети и великанши, Великолепные негритянки В медно-зеленом пене, Сокровища в рощах, С тучной землей И оттаивших в оттаивших садиках, Иные матери и взрослые, Сестры с глазами Полными странствий, Султанши, Принцесса с манерами И его деяния, Тиранок, Маленькие чужестранки И нежные несчастные лица. Какая скука! Час милого тела И милого сердца. В кавычках. Второе. Это она за розовыми кустами Маленькая покойница. Молодая умершая мать Спускается тихо с крыльца. Коляска кузена скрипит по песку. Младший брат, он в Индии, Здесь, напротив заката, На гвоздичной лужаке. Старики, которых похоронили У земляного вала в Левкоях. Рой золотистых листьев Окружает дом генерала. Полдень для них наступил. Надо идти по красной дороге, Чтобы добраться до безлюдной корчмы. Замок предназначен к продаже. Ключи от церкви и кюре должно быть унес. Пустуют сторожки около парка изгородь, Так высока, что видны лишь вершины деревьев. Впрочем, не на что там посмотреть. Луга подползает к селениям, Где нет петухов и нет наковалин. Фоднят шлюзовой затвор. О, кресты у дороги и мельницы этой пустыни. Острова и стога. Жужжали магические цветы, Баюкали склоны, Бродили сказочно изящные звери. Тучи собирались над морем, Сотворенным из вечности горьких слез. Третье. Есть птица в лесу, Чью пение вас останавливает И заставляет вас покраснеть. Есть на башне часы, Которые не отбивают время. Есть овраг, где скрываются белые звери. Есть собор, который опускается в землю, И озеро, в котором вода поднялась. Есть небольшой экипаж, Оставленный на лесосеке Или быстро катящийся вниз, По тропе украшенный лентами. Есть маленькие бродячие комедианты, Что видны на дороге сквозь листву На опушке леса. Наконец, есть кто-то, Кто гонит вас прочь, Когда вас мучает голод и жажда. Четвертое. Я святой, молящийся на горной террасе, Когда животные мирно пасутся, Вплоть до Палестинского моря. Я ученый, усевшийся в мрачное кресло, Ветви, и дождь бросается к окнам библиотеки. Я пешеход на большой дороге Через карликовые леса. Мои шаги заглушаются рокотом шлюзов. Я долго смотрю на мелкоколичную Золотистую стирку заката. Я стал бы ребенком, Который покинут на даме Во время морского прилива. Слугой маленьким стал бы, Который идет по аллее, И головой касается неба. Трофинки суровы, Холмы покрываются дроком. Неподвижен воздух, Как далеки родники и птицы. Только конец света При движении вперед. Пятое. Пусть наконец-то сдадут мне Эту могилу побеленную известью И с цементными швами Далеко-далеко под землей. Я облокотился на стол. Яркая лампа освещает журналы, Которые я перечитываю. Как идиот освещает книги, Лишенные смысла. На большом расстоянии отсюда, На моим подземным салонам, Укоренились дома и струи, Сгустились туманы. Красная или черная грязь, Чудовищный город, Бесконечная ночь. Несколько ниже сточные трубы, По сторонам только толще земли. Быть может, встречаются здесь Луна и кометы, море и сказки. В час горечи я вызываю воображение Шары из сапфира, шары из металла. Я повелитель молчания. Почему же подобие у окна Как будто бледнеет под сводом? Третья сказка. Некий принц был рассержен на то, Что ему предназначено только стремиться К совершенству вульгарных щедрот. Он предвидел поразительные перевороты в любви, Полагал, что все его женщины Были способны на большую, чем на угодливость, Украшенную небом и роскошью. Истину хотел видеть он Время желаний главных исполнения. Было ли это, или не было заблуждений веры, Но так он хотел. Во всяком случае, он обладал Довольно большой человеческой властью. Женщины, которые знали его, Все были убиты. Какой разгром в саду красоты. Под саблей они благословляли его. Он не требовал нового. Женщины вновь появлялись. Все, кто сопровождал его, Он уничтожил после возлияния Или после охоты. Свита снова сопровождала его. Он забавлялся убийством великолепных зверей, Поджигал дворцы, Бросался на людей, Разрубал их на части. Толпа золотой крыши И красивые звери По-прежнему существовали. Можно ли упиваться уничтожением И черпать жестокостью новые силы? Народ не роптал. Никто не предлагал своих мнений. Однажды вечером он гордо Горцевал на коне. Вдруг некий демон явился Невыразимо даже постыдно прекрасный. От его лица и осанки Сходило обещание любви, Разнообразное сложное обещание Неизреченного, Даже невыносимого счастья. Принц и демон возможно исчезли В первопричинном здоровье. Как могли они оба от этого не умереть? Вот они и умерли вместе. Но принц, достигнув обычного возраста, Скончался у себя у дворцы. Принц был демоном, Демон был принцем. Тонкой музыки не хватает нашим желаниям. Четвертый аппарат. Здоровеннейшие прайдохи, Из которых многие эксплуатировали ваши миры, Без особой нужды и не очень спеша Проявить свои блистательные способности И знания вашей души. Какие зрелые люди, Глаза, ошалевшие наподобие летней ночи, Красные, черные или трехцветные, Или как сталь, протыкающая золотую звезду, Искаженные, бледные, оспламененные, Или свинцовые лица, Игривая хрипота голосов И беспощадный размах мишуры. Тут есть и совсем молодые, Интересно, как встретили бы они керубина, Наделенные страшной глоткой опасными средствами. Выраженных с отвратительной роскошью Их посылает в город Совершать нападение с-под тяжка. О, самый неистовый рай свирепой гримаса, Никакого сравнения с трюками ваших факиров И с прочей театральной буфонадой. В импровизированных одеяниях, Где проявился и вкус безобразной мечты, Они играют старые песни, Играют трагедии темных бродяг И полубогов, Чьи дух никогда не был духом истории или религии. Китайцы, гатентоты, цыгане, гиены, Молохи, старые бредни, Зловещие демоны. Они соединяют популярные детские трюки Со скотской нежностью и скотским поверством. Они могли бы исполнять И новые пьесы, и песенки для благонравных девиц. Мастера шарлатаны, Они преображают местность и лица, Пускают в ход гипнотическое комедианство. Глаза пылают, Кровь в жилах поет, Удлиняются кости, Капают слезы, Стекают красные струки. Их шутки или террор могут длиться минуту, Могут длиться годами. Лишь я один обладаю ключом от этого варварского парада. Пятое. Антика. Изящный сын пана, Твоя голова, увенчанная цветами и ягодами, Вращает шарами из драгоценных камней, Глазами. В бурых пятнах вина твои щеки, Сверкают клыки, Грудь похожа на цитру, И звон пробегает по рукам твоим светлым. В лоне бьется сердце твое, Где спит твой двойственный секс. Шевельнув тихонько бедром, Вторым бедром и левой ногой, Выходи по ночам на прогулку. Шестое. Бинг бьютиос. Перед снегом воплощение красоты высокого роста. После вес смерти и расходящиеся круги Приглушенной музыки подхватывают И расширяют, и заставляют дрожать, Словно призрак это страстно любимое тело. Пунцовые черные раны взрываются На великолепнейшей плоти. Чистые краски жизни Усвобождаются и танцуют во руковидение, Которое еще создают, И возбужденный трепет ракочет, И неистовый привкус всех этих причин Наполняется свистом смертельным И скриплой музыкой. Это мир, оставшийся далеко позади, Бросает их в нашу мать. Красоты. Она отходит назад, Она поднимается ввысь. О! Наши кости оделись в новое влюбленное тело. О! Пепельное лицо, Эмблема волос, Хрустальные руки, Жерла орудия, На которых должен я броситься Сквозь ветер и буйство деревьев. Седьмое. Жизни. Первое. О, огромная улица, Священная страна и терраса храма, Что стало с Барамином, Который объяснял мне притчи, Я все еще вижу старух, Как тогда их видел, Вспоминая серебряные солнечные мгновения Около рек, Вспоминая руку подруги у себя на плече, И наши ласки в пряных долинах. Взлетают ярко-красные голуби, И шумы крыльев раздаются вокруг моих мыслей. Изгнанные в эти края, Имел я подмозг, Где можно играть драматические шедевры Всех на свете литератур. Я мог бы показать вам Неслыханные богатства. Я храню истории, Когда-то найденных вами сокровищ. Я вижу их в ее продолжении. Моя мудрость презираема, Так же как хаос. Что значит мое небытие По сравнению с оцепенением, Которое вас ожидает. Второе. Я изобретатель, Достойный со всей иной похвалы, Чем те, кто предшествовал мне. Я музыкант, Нашедший нечто, Похоже, на ключ от любви. В настоящее время сеньор, Живучий в терпких краях, Под трезвыми небесами. Я пытаюсь расчувствоваться, Вспоминая нищее детство, Ученичество, Своё появление в собоу, Вспоминая шумные споры, Пять или шесть безвозвратных потерь, И эти пирушки, Когда моя крепкая голова Мне мешала подняться До диапазона друзей. Я не жалею о прежнем участии, Благословенном веселье. Трезвый воздух, Этой терпкий деревни, Энергично питает ужасный Мой скептицизм. Но так как скептицизм Этот ныне не может найти применения, А сам я предан новым волнением, То я ожидаю своего превращения В бесконечно злого безумца. Третье. На чердаке, Куда девятнадцатилетнего Меня запирали, Я постигал этот мир, Я иллюстрировал человеческую комедию, Историю я изучал в подвале. На каком-то празднике ночи В одном из северных городов Я повстречал всех женщин-старинных художников. В Париже в старом пассаже Мне преподавали классические науки. В великолепном жилище В окружении Востока Я завершал моё большое творение. Удаляюсь прославленное воединение. Я разжигал свою кровь, Долгоплачен. Даже думать об этом больше не надо. Я в самом деле из-за гробного мира. И никаких поручений. Восьмое. Отъезд. Довольно того, что узрел, Видения встречались повсюду. Довольно того, чем владел, Гул городов и под солнцем, И по ночам, и всегда. Довольно того, что познал, Станция жизни, О, эти видения и гул. Отъезд среди нового шума И новой любви. Девятое. Королевское утро. В одно прекрасное утро В стране, где жили кроткие люди, Великолепная пара огласила криками Площадь. Друзья мои, я хочу, Чтобы она была королевой. Я хочу королевой стать. Она смеялась и трепетала. Он друзьям говорил об откровении, О конце испытания. Они обомлели в объятиях друг друга. В самом деле, Королем с королевой были они В течение утра, Когда карминовая краска Поднялась над домами. И в течение полдня, Когда исчезли они под пальмами сада. Десятое. К разуму. Ударом пальца по барабану Ты из него исторгаешь все звуки. Начало гармонии новой. Один твой шаг, И поднимаются новые люди, Ведя других за собою. Отвернулась твоя голова. Это новой любви зарождение. Повернулась она зарождение новой любви. Измени нашу участь, Изрешити все бичи. Начиная с бича по имени время Поют тебе дети. Подними и возвысь, Где бы ты ни была, Сущность наших стремлений, Нашего счастья Обращается с просьбой к тебе. Из всегда к нам пришедшей Ты будешь повсюду. Одиннадцать. Утро опьянения. О мое богатство, Мой мир красоты, О чудовищные фанфары, От которых я не отпрянул. Волшебная дыба. Ура в честь небывалого дела И чудесного тела И в честь первого раза. Это началось под смех детворы. Это и кончится так же. Яд останется в нашей крови Даже тогда, Когда умолкнут фанфары. И снова мы будем Во власти былых дисгармоний. А теперь, Достойные всех этих пыток, Лихорадочно соединим Воедино сверхчеловеческое обещание, Данное нашему телу И нашей душе. И это безумие. Изящество, знания, насилие. Нам обещано было, Что дерево зла и добра Закопают Во мрак. И что изгнано будет Тираническое благородство, Чтобы мы За собой привели Очень чистую нашу любовь. Это началось с отвращения, Кончилось беспорядочным Бегством всех ароматов, Потому что мы не могли Ухватиться за вечность. Смех детей, Осторожность рабов, Строгость девственниц, Ужас лица предметов отсюда, Благословенны вы все За воспоминания, Оночей бессонной. Началось это с мерзости, Кончилось ангелом льда и огня. Опьяненное б день не свято Хотя бы за маску, Которую нам даровало. Метод мы утверждаем тебя. И не забудем, Что ты вчера прославлял Всех сверстников наших. Верим в яд. Жизнь умею свою давать Целиком, ежедневно. Наступило время убийц. Двенадцать. Фразы. Когда этот мир Однажды Будет сведен К одному только темному лесу, Предназначенному Для четырех ваших глаз удивленных, К одному только пляжу Для двух сохраняющих верность детей, К одному музыкальному дому Для нашего светлого чувства, Я вас отыщу. Буду здесь только одинокий старик, Прекрасный, спокойно окруженный Неслыханной роскошью. Я склонюсь перед вами. Воплотя все ваши воспоминания, Будь я той, Кто смогла бы завязать вас По рукам и ногам, И я задушу вас. Когда мы очень сильны, Кто отступает? Когда мы весело очень, Кто хохотать начинает? Когда мы очень свирепы, Что поделаешь с нами? Наряжайтесь, танцуйте, смейтесь. Я никогда не смогу прогнать Любовь за порог. Моя подружка, нищенка, Маленький монстр, Как тебе безразлично Эти несчастные И эти уловки И мои затруднения. Не порывай с нами, Пусть нам звучит Твой немыслимый голос, Он в отвратительном этом отчаянии, Единственный наш утешитель. Пасмурное утро в июле, Привкус ветра наполняет воздух, Запах дров, потеющих в печке, Отмокающие цветы И ограбленные прогулки, Муросящая влага каналов Через поля. Почему же тогда Ни игрушек, ни фимиамов? Между колоколин протянул я канаты, Между окон протянул гирлянды, От звезды к звезде золотые цепи, И вот я танцую. Высокий пруд постоянно дымится, Какая колдунья будет возвышаться Над белым закатом, Какая листва фиолетового И будет склоняться. В то время, как деньги казны Изливаются празднистом, Братство огненно-розовое колокол Бльет в облаках. Оживляя приятный вкус туши, Черная пыль моросит В мою бессонную ночь. Я приглушаю свет люстры, Бросаясь в кровать, И повернувшись лицом к темноте, Вижу вас, мои девушки, Мои королевы. Тринадцатое. Рабочие. О, это жаркое февральское утро. Несвоевременный юг Расшевелил воспоминания Бедняков несуразных О их молодой нищете. Энрика носила хлопчатую бумажную юбку В коричневую и белую клетку. В прошлом веке Такие должно быть носили. Чепчик с лентами, Шелковый шейный платок. Это выглядело грустнее, чем траур. Мы прогуливались по предместью. Было пасмурно, И ветер с юга оживлял Мои мерзкие запахи. Все мерзкие запахи Опустошенных садов и иссовших полей. Мою жену, должно быть, Это не утомляло так, как меня. На высокой тропинке в луже Оставшейся после ливня Прошлого месяца Она обратила мое внимание На каких-то маленьких рыбок. Город с дымом своим И шумом станков Сопровождал нас далеко по дорогам. Вот другая страна, Места обитания, Благословляемые тенью и небом. Юг мне напомнил Жалкие происшествия детства, Мое отчаяние летом, Великое множество сил и познаний, Которые судьба всегда от меня отстранила. Нет, не станем проводить мы лето В этом скупом и унылом краю, Где всегда нам было, Где всегда нам быть на положении Обрученных сирот. Я хочу, чтобы эти огрубевшие руки Больше не тащили за собой. Дорогой мне образ. 14. Мосты Серое хрустальное небо, Причудливый рисунок мостов. Одни прямые, другие изогнутые, Третьи опускаются под углом, Приближаются к первым, И это фигуры, Эти фигуры возобновляются В озаренных круговоротах канала. Но все настолько легкие, длинные, Что берега, отягощенные Куполами оседают, Становятся меньше. Одни из этих мостов до сих пор Несут на себе лачуги, Другие служат опорой Для мачты сигналов И парапетов. Пересекаются звуки Минорных аккордов Под берегами Протянуты струны, Виднеется красная блуза, Быть может другие одежды И музыкальные инструменты. Что это? Народные песни, Обрывки великосветских концертов, Остатки уличных гимнов. Вода голубая, серая, Широкая, словно пролив. Белые лучи, Пав с высокого неба, Уничтожают эту комедию. 15. Город Я эфемерный И не слишком недовольный Гражданин столицы. Столица не отесана современной, Потому что все разновидности Вкуса были устранены Из обстановки Внешнего вида домов, А также С планировки улиц. Вы не найдете здесь Каких-либо Памятников суеверия. Мораль и язык Сведены наконец-то К их простейшему выражению. Эти миллионы людей, Которые не нуждаются В знакомстве друг с другом, Настолько схожи В своем воспитании, Работе, старении, Что жизнь их должна быть Намного короче По сравнению с тем, Что шальная статистика Нахочется у народов На континенте. Поэтому из моего окна Я вижу новые призраки, Преносящиеся Преносящиеся в этом Густом, в этом вечном Угольном дыме. О, наша летняя ночь, О, сумрак лесов. Вижу новых Ириней Перед коттеджем, Который стал моей родиной. Стал моим сердцем, И все здесь похоже на это. Смерть с сухими глазами Неугомонная наша служанка. Отчаявшаяся любовь И смазливое преступление, Что пищит, Распростершись в грязи. Шестнадцать. Дорожные колеи. Справа летний рассвет Пробуждает листву и дымку, И шорохи в парке слива Откуса покрывают Фиолетовое тенью Колеи непросохшей дороги. Вереницы феерических зрелищ. В самом деле, Повозки, куда погрузили Деревянных зверей В позолоте шесты, И пестрые ткани, Голов двадцати цирковых Пятнистых коней, Дети и взрослые На своих удивительных Странных животных. Двадцать повозок, Украшенные флагами И цветами, Словно старинные Или сказочные кареты. Двадцать повозок, Полных детьми, Наряженными, Выреженными Для пригородной постарали. Даже гробы Под ночным балдахином, Гробы, вздымающие Беновые плюмажи И летящие вслед за рысью Голубых и черных кобыл. Семнадцать. Города. Вот города, Вот народ, Для которого Ввысь вознеслись Олеганы И ливанские горы Мечты. Шале, Хрустальные, Деревянные, Движутся по невидимым Рельсам и блокам. Старые кратеры, Опоясанные Медными пальмами И колоссами Методично, Мелодично Ревут Средь огней. Любовные празднества Звенят под каналами, Висящими Позади Разнообразных Шале. Крики Колокольной Охоты Раздаются В ущельях, Сбегаются Корпорации Гигантских Певцов, И словно Свет на вершинах Сверкает Их флаги Одеяния. На площадках Над пропастью Роланда Трубят О своей отваге. Над капитанскими Мостиками Над крышами Постоялых Дворов Жар неба Украшает Флагами Мачты. Апофеозы Обрушиваются На лужайке В горах, Где Серафические Кентавресы Прогуливаются Между лавин. Выше уровня Самых Высоких Хребтов Море, Растревоженное Вечным Рождением Венеры Обремененное Орфическим Флотом Игулом Жемчужиной Раковин. Море Порой Мрачнеет И тогда Раздаются Смертельные Взрывы. На косогорах Жатвы Ревод Цветы Большие Как наше Оружие И копки. Кортежи Мэбов В опаловых И рыжих Одеждах Появляются Из-за врагов. Наверху Погружая Ноги В поток И колючий Кустарник Колени Сосут Молоко Из груди Дианы. В окханке Предместе Рыдают Луна Пылает И воет. Венера Входит в пещеры Отшельников И кузнецов. Дозорные Башни Воспевают Идеи Народов. Из замков Построенных На костях Льются Звуки Неведомой Музыки. Все легенды Приходят В движение Порывы Бушуют В поселках Рушится Рой Грозовой. Дикарины Не переставая Пляшут На праздники Я погружаюсь В движение На одном Из бульваров Багдада, Где новый Труд Воспевают Люди, Бродя Под ветром Густым И не смея Скрыться От сказочных Призраков Горди Должны Были Встретиться Снова. Какие добрые Руки Какое Счастливое Время Вернет Мне эти Краи Откуда Исходит Мое Сновидение И мое Любое Движение. 18. Бродяги Жалкий Брат Какими Ужасными Ночными Бдениями Был Я Ему Обязан Я Не Отдавался С пылкостью Этой Затеи Я Забавлялся Его Недугом По Моей Вине Мы Вернемся К Изгнанию Рабству Он Полагал Что Я Само Невезение Что Я Чрезмерно И Странно Наивен И Приводил Свои Доводы Вызывающие Беспокойство Насмешливого Я Возражал Ему Этому Сатанинскому Доктору И В конце Концов Удалился Удалялся К окну За равнины Пересеченные Звуками Редкостной Музыки Я Создавал Фантома Грядущего Великолепия Ночи После Этой Забавы Имеющей Гигиенический Привкус Я Растягивался На соломенном Тифике И Чуть Ленее Каждую Ночь Двое Засыпал Я Как Бедный Мой Брат Загнивающим Ртом Вырынными Глазами Таким Воображал На себя Как Бедный Мой Брат Поднимался И тащил Меня В зал Горла Не о своих Сновидениях Полных Идиотской Печали Я В самом Деле Со всей Искренностью Обязался Вернуть Его К первоначальному Состоянию Когда Сыном Солнца Он Был И Мы Вместе Бродили Подкрепляясь Пещерным Вином И Сухарями Дорог Девятнадцать Города Официальный Акрополь Утрирует Самые Грандиозные Концепции Современного Варварства Невозможно Передать Этот матовый Свет Изливаемый Неподвижно Серыми Небесами Этот царственный Блеск Строения Этот вечный Снег На земле Здесь Воспроизведены Увеличенные До огромных Размеров Чудеса Классической Архитектуры Я присутствую На художественных Выставках Занимающих Помещение Двадцать Раз Больше Чем Хэмминтон Хэммптон Корт Какая Живопись Норвежский Навуходоносор Приказал Соорудить Мистерические Мистерские Лестницы Подчиненные Которых Мог я Увидеть Были Надменнее Любого Брамина И дрожь Во мне Вызывали Сторожа Колоссов И служащих В заведенных Строений Служащие Возведенных Строений Расположение Зданий Замыкающих Скверы Дворы И ряды Закрытых Террас Устранило Из этих Мест Кучеров Парки Представляют Собой Образцы Первобытной Природой Обработаны С великолепным Искусством Верхний Квартал Обладает Непостиживыми Видами Морской Залив Где нет Кораблей Расстилает Свою Пелену Цвета Синего Града Между Набережных Обремененных Канделябрами Невероятных Размеров Короткий Мост Ведет К потайному Ходу Сразу же Под Собором Это Собор Сент Шапель Представляет С собой Живописную Арматуру Из стали С диаметром Около 15 тысяч Футов С некоторых Точек Пешеходных Мостиков Площадок И лестниц Опоясавших Крытые Рынки Я Как мне Казалось Был способен Судить Насколько Глубок Этот город Вот чудо Которое Не мог Я постичь Какого же Уровни Прочих Кварталов Над Акрополем Или Под ним Два Чужестран Для Чужестранца Из нашей Эпохи Это невозможно Понять Торговый Квартал Состоит Из площади Расходящихся Улиц В одинаковом Стиле Где расположились Галереи Под арками Лавок Не видно Но снег На мостовых Раздавлен Набобы Которые Также Здесь Редки Как в Лондоне Прохожие Воскресное Утро Направляются К бриллиантовому Дилижансу Красный Бархат Тахты И выбор Заполярных Напитков Цена Которых Колеблется От 800 До 8000 Рупий Решив Итаскать Какой-нибудь Театр Квартале Я для себя Открываю Что лавки И магазины Содержат Достаточно Мрачные Драмы Думаю Что полиция Есть Но законы Настолько Здесь страны Что я Отказываюсь Представить Себе Местных Авантюристов Предмести Такое же Элегантное Как одна Из красивейших Улиц Парижа Находится Под покровительством Света И воздуха Демократический Элемент Насчитывает Несколько Сот Душ Дома Не тянутся Один за Другим Предмести Странно Теряется В поле Теряется В графстве Наполняющим Вечно Запад Лесами И удивительными Плантациями Где Под Воссозданным Светом Дикие Дворяне Гоняются За своей Родословной Двадцатое Бдение Первое Это Озаренный Отдых Ни лихорадка Ни слабость На постели Или на поле Это Друг Ни пылкий Ни обессиленный Друг Это Любимое Не страдающее Ни причиняющее Страдание Любимое Мир И воздух Которых Не ищут Жизнь Так ли Это Все Было И Сновидение Становится Свежим Второе Возврат Освещения К сводам Отделяясь От двух Оконечностей Зала От их Декораций Соединяющихся Гармоничные Срезы Стена Перед Бодрствующим Это Психологический Ряд Разбиваемых Фризов Атмосферных Полос Геологических Срывов Напряженные Быстрые Сны Культурных Чувствительных Групп Существами Всех Нравов Среди Всевозможных Подобий Третье Ковры И лампы Ночного Бдения Шумят Словно Волны Вдоль Корпуса Судна И вокруг Его Палуб Море Ночного Бдения Словно Груди Амелии Гобелены До Половины Простран Заросли Кружев Изумрудный Оттенок Подобросается Горли Цуб Дения Многоточие Плита Перед Черным Камином Реальное Солнце Песчаного Пляжа Уколодец Всех Магий На этот раз Единственная Картина Рассвета Двадцать Первое Мистическое На склоне Откоса Ангелы Машет Своим Шерстяным Одеянием Среди Изумрудных И металлических Пастбищ Огненные Поляны Подпрыгивают До вершины Холма Слева Чернозен Истопнут Семи убийствами И всеми Сражениями И бедственный Грохот Катится По его Кривизне Позади Правого Склона Линия Востока Линия Движения И в это Время Как полоса Наверху Картины Образованы Из вращающегося И подскакивающего Гула Раковин Моря И ночей Человека Цветущая Кротость Неба И звезд И всего Остального Опускается Словно Корзина Напротив Откоса Напротив Лица Моего И образует Благоуханную Голубую Бездну Двадцать Два Заря Летнюю Зарю Зарю Заключил Я в Объятия На челе Дворцов Ничто Еще Не шелохнулось Вода была Мертвой Густые Тени Не покидали Лесную Дорогу Я шел Пробуждая От сна Живые Теплые Вздохи И драгоценные Камни Смотрели Крылья Бесшумно Взлетали Первое Что приключилось На тропинке Уже наполненной Свежим Бледным Мерцанием Это то Что какой-то Цветок Мне назвал Своё имя Я улыбнулся Белокурому Водопаду Который За пихтами Растрепал Свои Космы На его Серебристой Вершине Узнал Я Богиню Тогда Один За другим Я начал Снимать Покровы На просеке Размахивая Руками В долине Где Я Взвестил Они Петуху В городе Она Бежала Среди Колоколин И куполов И я Словно Нищий На мраморных Набережных Гнался За нею На верхней Дороге Близ Лавровой Рощи Я её Окутал Покровом Вновь На миг Почувствовала Я Огромное Тело Заря И ребёнок Упали К подножию Рощи При пробуждении Был Полдень Двадцать Третье Цветы Со своей Золотой Ступеньки Среди Шелковистых Шнурков Среди Серых Газовых Тканей Зелёного Бархата И хрустальных Дисков Темнеющих Словно Бронза На солнце Я вижу Как на Перстянка Раскрылась На филигранном Ковре Серебра Зрачков И волос Крупица Жёлтого Золота Рассыпанная По агату Колонны Из красного Дерева Поддерживающие Изумрудный Купол Атласные Букеты Белого Цвета И тонкие Прути Рубина Окружает Водяную Розу Как Ники Бог С огромными Голубыми Глазами И со Снежными Очертаниями Тела Море И небо Влекут На мраморные Террасы Толпу Молодых И сильных Цветов Двадцать Четыре Вульгарный Ноктюрн Одно Дуновение Пробивает Бреж В перегородках Нарушает Круговращение Изъеденных Крыш Уничтожает Огни Очагов Погружает В темноту Оконные Рамы У виноградника Поставив Ногу На Желоб Я Забираюсь В карету Чей возраст Легко Узнается По Выпуклым Стеклам По Изогнутым Дверцам По Искребленным Видением Катафалк Моих Сновидений Пастушеский Домик Моего Простодушия Карета Кружит Постертой Дороге На Изъяне Стекла Наверху Вращаются Бледные Лунные Лица Груди И Листья Зеленая И темно-синяя Наводняет Картину Остановка Там Где Пятном Растекается Гравий Не Собираюсь Ли Я здесь Вызвать Свистом Грозу И Содом И Сулим И Диких Зверей И Движения Армии Ямщики И Животные Сновидения Не Подхватят И Свист Чтоб До Самых Глаз Меня Погрузить Шелковистый Родник И С Флестаных Флеском Воды И Напитков Не Хотят Ли Заставить Нас Пчаться Полая Бульдогов Одно Доновение Уничтожает Огни Очагов Двадцать Пятая Морской Пейзаж Колесницы Из Медя И Серебра Корабли Из Серебра Из Стали Пену Колотят Вырывает Корни Кустов Потоки Песчаных Равнин И Глубокие Колеи От Лива Бегут Кругообразно К востоку Туда Где Колонны Леса Туда Где Стволы Дамбы Чей Угол Исклестан Вихрями Света Двадцать Шесть Зимнее Празденство Звенит Водопад Позади Избушек Комической Оперы Снопы Ракет В садах И Аллеях Рядом С Меандром Продлевают Зеленые Красные Краски Заката Нимфы Горация С прическами Первой империи Сибирские Хороводы Китаянки Буше Двадцать Семь Тревога Возможно ли, чтобы Она мне Велела Простить Постоянную Гибель Амбиции Чтобы Легкий Конец Вознаградил За годы Ножды Чтоб Тень День Успеха Усыпил Этот Стыд За роковую Неловкость О, пальма Сверкание Бриллианта О, сила Любовь Выше Слава Любовь Выше Радости Всякой Как угодно Повсюду Демон Бог Это Юность Моя Чтобы Случайности Научной Феерии Их движения И движения Социального Братства Были Так же Любимы Как возврат Откровения Откровенности Первой Но в женском Облике Обличие Вампир Который Превратил Нас Милых Людей Повелевает Что мы Забавлялись Тем Что он Нам Оставил И в противном Случае Сами Вы Стали Забавнее Мчаться Краном По морю И воздуху Вызывающему Утомление Кмокам По молчанию Убедственных Вод И воздушных Пространств К пыткам Чья смех Раздается В чудовищно Бурном Молчании Двадцать Восьмой Митрополитен Из ущелья Цвета Индика Кмарям И Сиана По розовому И оранжевому Песку Омытому Пьянящим Небом Поднимаются При плетении Хрустальных Бульваров Где живут Молодые Бедные Семьи Покупающие Своё Пропитание У зельщиков Никакого Богатства Город По асфальтной Пустыне Бегут Беспорядки С туманами Вместе Чьи мерзкие Клочья Растянулись По небу Которые Гнётся Пятятся Клонятся Книзу И состоит Из Чёрного Мрачного Дыма Которого Не выдумал бы Океан Одевшийся В траур Бегут Беспорядки Каски Колёса Барки Крупа Коней Битва Голову Подними Деревянный Изогнутый Мост Последние Огороды Самаритян Раскрашенные Маски Под фонарём Искрестанные Холодом Ночи Глупенькая Мудина В шелестящем Платье Возле реки Светящаяся Черепано-гороховом Фоне И прочей Фантасмагории Пригород Дороги Окамлённые Решётками И стенами За которыми Теснятся их рощи Теснятся их рощи Ужасные цветы Что могут быть Названы Сёстрами И сердцами Обречённые На томность Дамаск Владений Феерических Аристократов Заринских Японских Гуаранийских Владения Ещё пригодные Для музыки Древних И есть Трактиры Которые Никогда Уже Больше Не будут Открыты И есть Принцесса Если не очень Ты изнурён Изучение Светил Небо Утро Когда ты с ней Боролся Было вокруг Сверкание Снега Зелёные Гобы И лёд И полотнище Чёрных Знамён И голубые Лучи И пурпурные Ароматы Полярного Солнца Твоя Сила 29 От Варваров Значительно Позже Дни Времён Стран И живых Созданий Флаг Цвета Кровавого Мяса На шёлке Море И арктические Цветы Они не существуют В природе Отставка Старых фанфар Героизма Которые ещё Атакуют Нам сердце И разум Вдали от Древних Убийц Флаг Раскалённые Бриг 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 Италии Италии Америки Америки Азии Окна И террасы Которых В настоящее время Полные Света Напитков И Свежего Ветра Открыты Для умов Путешественников И для Знатий Позволяют Дневные часы Всем Тарантеллам Всех Берегов И даже Ретурнелям Значимых Долин Искусства Чудесно Украсить Фасады Мыса Дворца Тридцать Первая Сцены Древняя Комедия Продолжает Своё Сочетание Разделяет Свои Идиллии Бульвары Театральных Подмостков Деревянный Пирс От одного До другого Конца Каменистого Поля Где под Голыми Ветвями Дерев Гуляет Варварская Толпа В коридорах Черного Газа Вслед за Теми Кто пришел На прогулку С листьями И фонарями Птицы Мистерия Обрушиваются На плавучий Каменный Мост Приведенный В движении Архипелагом Покрытым Лодками Зрителей Лирические Сцены Сопровождения Барабаны Флейты Вьются В убежищах Оборудованных Под потолками Вокруг Салонов Современных Клубов Или В залах Древнего Востока Ферии Движутся На вершине Амфитеатра Венчанного Молодой Порослью Леса Или Мечутся И модулируют Для Беотийцев В тени Высоких Дерев На срезе Культур Комическая Опера Разделяется На нашей Сцене У грани Пересечения Перегородок Возгибнутых На светящейся Галерее Тридцать второе Исторический Вечер Однажды вечером Перед наивным Туристом Удалившимся От наших Экономических Мерзостей Рука Маэстро Заставляет Звучать Клавесины Полей Кто-то В карты Играет В глубинах Фруда Этого Зеркала Фварита Как королев Во время Заката Появляется Покрывало Монахинь И святые Дети Гармонии И хроматизма Легенд Он Сдрагивает При звуках Охоты От опыта Дикой Орды Комедия Капает На травяные Подмостки И на этом Бессмысленном Фоне Тяготы Бедных И слабых Перед его Порабощенным Взором Германия Громодится До самой Луны Татарские Пустыни Озаряются Светом Древние Восстания Роятся В глубинах Небесной Империи По лестницам И скалистым Сидениям Бледный Плоский Мирок Запада Африка Начинает Своё Восхождение Затем Болит Известных Марии Ночей Бесценная Химия 31 Сцены Древняя Комедия Продолжает Свои Сочетания Разделяет Свои Идиллии Бульвары Театральных Подмостков Деревянный Пирс С одного До Другого Конца Каменистого Поля Где Под Голыми Ветвями Дерев Гуляет Варварская Толпа В коридорах Черного Газа Вслед за Теми Кто Пришел На Прогулку С Листьями И Фонарями Птицы И Пруда Ветом Древние Восстания Роятся В глубинах Небесной Империи По Лестницам И Скалистым Сидениям Бледный Плоский Мирок Запада Африка Начинает Своё Восхождение Затем Балет Известных Мари Ночей Бесценная Химия Звуки Невероятных Мелодий Все Та же Буржуазная Магия Где бы Не вылезли Мы Из почтовой Кареты Самый Немудрящий Лекарь Чувствует Что больше Невозможно Погрузиться В эту Индивидуальную Атмосферу В туман Физических Угрузений При одном Названии Которых Уже Возникает Печаль Нет Время Павильной Исчезновения Море Подземных Пожаров Усеяной Планеты И познавательных Истреблений Чью Достоверность Столь беззлобно Определяли Норны И Библия Это время Окажется Под наблюдением Серьезных Людей Однако Легенда Будет Здесь Ни при чем 33 Движение Извилистое Движение На берегу Речных Водопадов Бездна Позади Корабля Крутизна Мгновенного Ската Огромность Течения Ведут К неслыханным Знаниям И к Химии Новой Путешественников Которые Кружают Смерчи Долины Истрима Они Завоеватели Мира В погоне За химически Личным Богатством Комфорт И спорт Путешествуют С ними Они Везут С собой Обучение Животных Классов И рас На корабле Это Мглоукружение И отдых Под потоками Света В страшные Вечера Занятий Болтовня Среди Крови Огня Приборов Цветов Драгоценных Камней Счета Которые Которыми Машут На этой Бегающей Палубе Можно Увидеть Катящийся Словно Плотина За моторную Гидродорогой Чудовищные Без конца Озаряемые Склад их Учебные В гармонических Экстазах Загнали Героизм Открытий Среди Поразительных Атмосферных Аварий Юная Пара Выденилась На этом Ковчеге Должна Быть Простительно Древняя Дикость И Поюта На месте Стоит Тридцать Четыре Боттам Действительность Была Чрезмерно Тернистой Для моей Широкой Натуры И Тем не менее Очутился Я У мадам Серо-синей Птицы Взлетая Клепным Украшением На потолке Волоча Свои крылья По вечернему Браку У подножия Балдахина Осеняющего Ее драгоценности И физические Шедевры Я Был Медведем С темно-синими Деснами И шертью Посиневшей Посидевшей От грусти А в глазах Хрустали серебро Инкрустации Все Стало Мраком Превратило Жаркий Аквариум Утром Воинственным Утром Июня Я Стал Ослом И Помчался В полях Где Трубило Своих Обидах Потрясал Своим Недовольством Покуда Собинян Ки Предместе Не бросились Мне на Чудовищность Во всех Ее проявлениях Врывается В страшные Жесты Гортензии Ее Одиночество Эротический Механизм Ее осталась Динамичность Любви Во все Времена Она находилась Под наблюдением Детства Это пылающая Гигиена Раз Ее двери Рас Пахнуты Перед Бедою Там Мораль Современных Существ Воплощена В ее действиях Или в страстях О ужасное Сотрогание И нескушенной Любви На кровавой Земле Под прозрачности Водорода Ищите Гортензию Тридцать шесть Молитва Моей сестре Луизи Ванан Из Варенгема К Северному Морю Обращен Ее Синий Чапец За потерпевших Кораблекрушения Моей сестре Леони Обуа Из Ашби Бау Летняя Трава Жужжащая И зловонная За больных Лихорадкой Матерей Детей Луди Иволица Не утратившей Вкуса К молельям Эпохи Подруг И своего Незавершенного Образования За мужчин К мадам Троиточия Отраку Которым Месяцев Красных Красных Ночей И серебро Амбра Испанк За мою Единственную Молитву Молчаливую Словно Эти Ночные Края Предшествующие Взрывам Отваги Еще более Грозным Чем Этот Полярный Хаос Любой Ценой И со Всеми Напевами Даже Метафизических Странствиях Но Не Теперь 37 Демократия Знамя Украшает Мерзкий Пейзаж А наша Наречь Заглушает Бой Барабанов Самую Циничную Проституцию Мы будем Скарливать Центре Провинции Мы Истребим Логичные Бунты Вперед К проперченным Вымокшим Странам К услугам Самых Чудовищных К эксплуатации Индустриальных Или военных До свидания Не имеет значения Где Новобранцы По доброй воле К свирепой Философии Мы приобщимся Для науки Невежда Для комфорта Готовы на все Для грядущего Смерть Вот истинный Путь Вперед Шагом Марш 38 Фейры Для Елены Вступали В заговор Орнаментальные Суки Под детственной Синью Бесстрастные Полоца Света В астральном Молчании Бухты Мертвой Любви Обесиливших Ароматов Поручили Зной Лето Онемевшим Птицам Поручали Надлежащую Притомность Драгоценной Повторим Повторим Повторимого Безус Поручили Поручили Повторим Он — это нежность и сегодняшний день, потому что он двери открыл для пенистых зим, и для летнего шума и чистым сделал еду и напитки, потому что в нем прелесть бегущих мимо пейзажей и бесконечная радость привалов. Он — это нежность и завтрашний день, и мощь, и любовь, которую мы по колено в ярости и в огорчениях видим вдали в грозовых небесах среди флагов экстаза. Он — это любовь и мир, вновь созданная совершенной, чудесно непредугаданный разум и вечность, машина которой присущи фатальные свойства, внушавшие ужас. О, радость, здоровье и порыв наших сил, эгоистичная нежность и страсть, которую мы все питаем к нему, к тому, кто нас любит всю жизнь бесконечно. И мы его призываем, и странствует он по земле, и когда поклонение уходит, звучит его обещание, проще свою вере и ветхое тело, и семья, и века. Рушится эта эпоха. Он не исчезнет, он не сойдет к нам с небес, не принесет искупительные жертвы за ярость женщин, за веселье мужчин и за весь этот грех, потому что в самом деле он есть и в самом деле любим. Сколько путей у него и обликов, и животворных дыханий, о устрашающая быстрота, с которой идут к совершенству деяния и формы, о плодовитость рассудка и огромность вселенной. Тело его, освобождение, о котором мечтали, разгром благодати, столкнувшийся с новым насилием. Явление его, перед ним с колен поднимаются древние муки. Свет его, исчезновение потока гулких страданий в музыке более мощный. Шаг его, передвижение огромное, огромнее древних нашествий. Он и мы, о гордость, которая незамеримо добрее утраченной милости и милосердия. О этот мир, о светлая песня новых невзгод. Он всех нас знал и всех нас любил. Этой зимней ночи запомним от мыса до мыса, от Борного полюса, до старого замка, от шумной толпы до морских берегов, от взгляда к взгляду, в усталости, в силе, когда мы зовем, когда отвергаем, под водой от прилива и в снежных пустынях, идти нам за взором его и дыханием, и телом, и светом. 41. Юность. 1. Воскресенье. Расчеты в сторону, и тогда неизбежно опускается небо, и визит воспоминаний, и сеансы ритмов заполняют всю комнату, голову, разум. Лошадь, пронзенная угольную чумой, бежит по загородному газону вдоль лесопосадок и огородных культур. Где-то в мире несчастная женщина, драмы, вздыхает после невероятных разглук, дисперадос, томятся после ранения, грозы, грозы, опьянения, дети, гуляя вдоль рек, подавляют крики проклятия. 2. Вернемся к занятиям под шум пожирающего труда, который скопляется и поднимается в массах. 2. Санет. 3. Санет. 3. Санет. 4. Санет. 4. Санет. 4. Санет. 5. Санет. 5. Санет. 6. Санет. 6. Санет. 6. Санет. 6. Санет. 7. Санет. 7. Санет. Продолжение следует... Продолжение следует...